эти садоводы заочники кстати я здорово придумал как их правильно звать пользуясь тем что кабачек над стульях был боксер заочник очень удачное название годится и садоводы заочники и так не лена эти садоводы заочники не просто учат а еще и спорят и оспариваться и страшные методы мне лично говорили чтоб не лен со своими советами я просила всех на сайте не резать деревья не калечить смотреть ваши фильмы много чего знал о себе хорошего думаю хоть один из них одумался сомневаюсь у них один термин у них один принцип оскорблять потому что это когда знаете от беспомощности человек всю жизнь знал что бога нет представляете там просто грешил кого-то бил кого-то воровал ну пусть не убийца вот так вот прожить жизнь и вдруг узнать что бог есть что ему остается делать чисто человеческая психология нет его все равно нет все равно его нет то нет и быть не можете вот то есть и тогда ему легче живется он знает что не предстанет он перед престолом святой петр не будет там листать книгу жизни вот и говорить о нем ты чё с ума сошел именно благодаря тебе проследит такая цепочка ты написал этот самую статью разместил его это у тебя 32 32 32 тысячи просмотров вот значит половина из них 16 тысяч 85 человек взяли и пошли резать деревья к вот из них погибло там 19 тысяч деревьев вот а остальные болеют остальные дали плоды ты их опрыскивал а плоды эти смертельные опасны для твоих детей помните сколько было обработок а я час назад увидели это выдумать такое перечислить 30-40 наименований и все это зачем должен купить и пустить дело а потом еще копать 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 к каторгу устроили когда человек отправляет на каторгу заш за вину а здесь за что за либо к саду спасибо вам елена роднице светлая память юрий лисеевич латинкова все за память когда все его между реченск видела червяков тянущих ой как это здорово поднившие листья в норке по вечерам в это время холода и жаба вокруг прыгает песни так и звучит время червей и жаб я хочу чтобы кто-то из вас снял фильм как затаскивать я первый последний раз жизни и вы знаете вы вряд ли найдете другого такого начитанного человека вот но я знаю там как более начитанных там допустим это людей которых может быть даже на слуху вот горнаулов ходячий энциклопедия курдюмов ходячий энциклопедия прям живая энциклопедия ходится энциклопедия ходит вот это я еще согласен ну почему про этих червей никто не знает почему надо брать лопату и резать их резать 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 на кусочки этого они сошли с ума а потом думаю нет они не глупые они хитрые если они не напишутся про это и не докажут что надо сгрести всю траву сгрести все листья а потом все перекопать и уже полстраницы текста есть и меня бы не я знаете на чем моя технология снова вот это вот разговорная там эти письма эти самые фильмы статьи мои книги на доказательстве обратного то есть они не дали почву для работы как это можно это самое уничтожить человек как можно уничтожить грибы а как дерево то кто кормить то будет здесь и самого начала растет дерево она у него появляется связи появилась крона крона это крыша с этого момента все упорядочивается беда в том друзья что когда ну санкт-петербург да замечательно и там если у меня друзья и там у них прекрасные сады но если каждый день будет лить дождь но груша не будет там жить или посадили на холм и не трогайте ее а тогда она себя защитит потому что у него крона не тронута но почему этого никто не знает из этих из ученого мира почему не надо расширить это самое почему надо все чашу вырезать это же груша нет какой-то универсальное дерево придумали себя универсальное дерево метр штамп проряженные кроны как там это писала как конечно 5 8 веток оставляем 3 сколько получается ран от двух до пяти на каждом ярусе один год 5 8 5 3 5 ран 2 3 5 3 4 5 опять да что же это такое то она и так то еле жива в россии на самом юге кое-как зацепилась за тот же брянск а дальше никуда так татьяна может когда-нибудь и вы этот мне нужно чтобы я не 4 4 классе видел как рисунок где-то в этом самом ну тогда нормальные были книги книги то учебники были я железом первого года школы почему я не помню ну почему я покупал ну может быть со 2 3 класса 4 я покупал учебники не родители у меня я ходил и покупал до 1 сентября я их прочитывал все не вы поверите а догадались почему потому что дури там не было даже в это сам не было дури пятом классе нас начали возить уже 4 класса сельской школы кончил нас начали возить в владимир волынск вот в это самый районный город настоящий город владимир волынск я в этом городе учился в школе и вот там я впервые сел за этот за как он называется за микроскоп я впервые увидел клетку почему именно брали пленочку снимали с лука потому что учиться объяснила у них очень у этого лука клетки они очень крупные и хорошо видно и вот я впервые окунулся в эту тайну передо мной тайна вот эта клетка которая прошли потом я не занимался десятки 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 а металлург кстати неплохой говорят металлург был вот и потом ко мне все вернулось в этой клетке в ядре находится целое дерево прямо ну микро пока еще микро с корнями со штампом с ветками с это самое все целое дерево а по дарвину оно не могло появиться никак понимаете там другой принцип как этого самого то что мы называем эволюцию другой принцип превращение превращение тогда да я когда бы учился в последнем десятом классе мне хватило дури взять это правильно учителей не было рядом а было несколько таких же как я ну моих одноклассников и взял и я не собирался этого делать мне иногда казалось какой то внутри растет противоречие что то тут не то я взял и сказал я пойду в эту самую поступать в этот самый ну как она правильно называется я тогда толком не знал короче я пошел в этот ну тогда я почему ну короче на богословский факультет или как там через пять минут прибежало два учителя и зауч как они на меня набросились вы поверьте клянусь богом это надо было выдержать такую пытку Железов ты что с ума сошел прекрати не издумай ты что это же религия это опиум для народа это как у них было вбитым в башку учителей прекрасные учителя умные все они же нас учат не мы их прекраснейшие люди ну как было вбитым ну кто их просил ну сделали бы еще не заметили а потом какая разница куда бы я поступил после десятого класса на металлурге или на этого самого на богоискателе какая разница долбить давили давили три голоса не прекращаясь я вот если бы слышали это надо было видеть как зомбированные люди мне надоело это я говорю ну хорошо я не буду поступать они решили что они свою задачу выполнили они считали что я что душу бы погубил если бы поступил то какой стал церковным служителем я бы что душу бы погубил я бы точно так же искал бы почему вообще везде куда я не лезу почему там высота дерна и там один два сантиметра за тысячу лет нарастает и полный этот дерна народ за восемь тысяч лет этот за десять этот за шесть тысяч лет там где пожиже видимо тоже может только пожиже это а раньше то где он был то ниже скала где была жизнь на земле короче говоря вот все это начинается с того что надо восстановить неколенную цепочку кто-то из вас найдет и это сделает с фотографией как эти самые черви утаскивает туда листья чтобы прекратилась эта подлая вещь когда листья убирают оставляя голодными черви оставляя голодными корни черви кормят и грибы ну естественно что бактерии кормят корни ну как так ничего не понимаю ограбить дерево просто многую потом начинать оно болеет умирает потом начинать его прыскать хоть бы кто-нибудь когда вот он видит пошел дерево с паршой взял его залил этими самыми фольги хоть скажи хоть раз правду то оно что от этого выздоровел что ли хоть бы одно выздоровшее дерево это точно так же как прийти в этот я уже помните пример приводил прийти допустим в реанимацию там лежат люди они при смерти они долго лежали они покрыты пролежьями они покрыты грибами грибами да везде где запах это запах грибов они покрыты грибами все ну давайте дезодорантами все и вылечим дезодоранты они же обезвреживают они же еще и имеют свойство это как эти самые обеззараживают ну как любая вещь основанная на спирте ладно завелся е и р все и именно в дизин все в